Музыка Уважаемые коллеги, в своем выступлении я бы хотел затронуть очень важную проблему, о которой сейчас все говорят, это положение молодежи в современном российском обществе. Говорят-то говорят, но нет никакого ощущения, что эта проблема будет решена. На проблему обратили внимание после митинга 26 марта, когда молодежь массово вышла на протест, что после этого предприняла власть. Она встретилась с блогерами и объявила десятилетие детства. Встреча с блогерами – это не решение проблем молодежи, а попытка власти выстроить пропаганду, попытаться воздействовать на умы молодых людей. Есть большие сомнения и в том, что десятилетие детства будет десятилетием решения проблем детей и молодежи, скорее оно станет десятилетием пиара на этой теме. И очень характерно, что буквально накануне объявления десятилетия детства произошло историческое задержание мальчика, читающего стихи на Арбате. Какая бы ни была подноготная у этой история, она выявила явную проблему – агрессивность, жестокость власти, ее пренебрежение правами людей, в том числе и детей. Многие поверили и сочувствовали этому мальчику, ведь совсем недавно, 26 марта, на митингах в грубой форме задержали очень молодых людей, в том числе и несовершеннолетних. Поэтому общество нисколько не удивилось аресту мальчика и эта проблема. 12 июня, в День России, по всей стране прошли митинги и на них снова вышло много молодых людей. И их снова задержали. Уже есть статистика, например, в Санкт-Петербурге, где четверть всех задержанных, четверть – это несовершеннолетние. Между тем, проблема гораздо глубже. На протесты молодежь выходит не из-за нехватки провластных блогеров, а из-за того, что она наблюдает социальную несправедливость в стране. В апреле эксперты Центра экономических и политических реформ провели опрос молодых людей из разных регионов России и выявили, что в первую очередь молодежь волнует проблемы страны в целом. Это коррупция, социальное неравенство, слабая экономика. Но не менее важны для молодежи проблемы, связанные с ее собственной социально-экономической неустроенностью. По образованию российская образовательная система непрерывно коммерциализируется. Число бюджетных мест в вузах страны сокращается из года в год. Только за последние пять лет число студентов, обучающихся на бюджетной основе, сократилось на 15%. Мы постепенно растрачиваем наследие советской образовательной системы, когда все имели шансы на получение бесплатного высшего образования в лучших вузах страны. Сегодня эти шансы стремительно уменьшаются. Формальное обучение во всех вузах одинаково доступно для всех. Однако на практике обычному школьнику из провинции очень сложно попасть на бюджетное место в этих вузах. И даже если он сможет поступить на бюджет, то перед ним и его семьей встанут очередные трудности, слишком высокая финансовая нагрузка из-за переезда и жизни в другом городе. Это в советское время. Стипендия была пусть и небольшим, но вполне полноценным источником дохода для студента. Сегодня даже за отличную учебу студентам полагаются выплаты, которые можно считать скорее приятным поощрением, а не полноценной компенсацией даже самых минимальных расходов. И речь не о прожиточном минимуме. Стипендии близко не дотягивают до этого уровня. Выплаты в системе среднего профессионального образования вообще издевательские. Вдумайтесь, минимальный размер академической стипендии, установленной правительством, не дотягивает до полутора тысяч рублей для студентов вузов и до 600 рублей для студентов средних учебных заведений. Этого и на пропитание не хватит. Будет, как в том анекдоте, одна сосиска и восемь вилок. И хорошо еще, если у студента есть возможность проживать в общежитии. Но проблема дефицита мест в общежитиях имеется почти у трех сотен вузов России. Понятно, что студенты пытаются найти самые дешевые альтернативы и снимать жилье в складщину. Но все равно аренда комнаты – это огромная нагрузка на кошельки молодого человека. Таким образом, студента будут либо содержать родители, либо ему с первого дня обучения нужно работать параллельно с учебой. В целом, молодые люди изначально сталкиваются с системой жесткого неравенства возможностей. Конечно, если ты ребенок богатых родителей, то образование ты получишь. Но что делать всем остальным? Почему мы не можем обеспечить нормальные условия нашей молодежи, места в общежитиях, достойная стипендия? Никто не говорит ни о каких излишествах, но давайте, по крайней мере, дадим молодежи равные шансы. Что ждет молодого человека после получения образования? Считается, что получение хорошего образования – это залог успешного трудоустройства. Но и здесь молодым россиянам приходится нелегко. По Росстату уровень безработицы среди молодежи значительно выше среднего. Например, есть данные по трудоустройству выпускников высших и средних учебных заведений 2014 года. По итогам 2015 года около 11% выпускников так и не смогли найти работу. Вообще никакой работы. Со статистикой по трудоустройству по специальности все еще хуже. Так, в 2015 году, по данным официальной статистики, основная работа около трети недавно выпускников вузов и почти половина выпускников средних учебных заведений не имела никакой связи с полученной профессией. Получается, что страна готовит квалифицированных специалистов, но рынок устроен таким образом, что на выходе эти специалисты, оказывается, никому не нужны. Уважаемые коллеги, призываю вас обратить внимание на законопроект о создании условий для трудоустройства молодежи до 25 лет, внесенный нами депутатом КПРФ в июне прошлого года. В частности, мы предлагаем следующий стимулирующий механизм по созданию с работодателем соглашения об участии в региональной программе и выдаче сертификат на трудоустройство граждан, гарантирующий оказание государственной мер поддержки. В законопроекте прописаны конкретные шаги, как именно это предлагается реализовать. Не менее важный вопрос – это наша демографическая ситуация. Мы все время призываем увеличить рождаемость. Сейчас вообще заговорили о налоге на бездетность и малодетность. Но давайте посмотрим на эту ситуацию не с точки зрения сухих цифр, иллюстрирующих коэффициент рождаемости, а с точки зрения живых людей. Что нужно для создания собственной семьи и рождения детей? Для этого молодым людям нужно встать на ноги, обрести минимальную экономическую независимость, предполагающую постоянную работу и собственный доход. Детей мало родить, их нужно полноценно обеспечить будущим. Наконец, ключевой вопрос – жилищный. Приобретение собственного жилья по фактической рыночной стоимости недоступно для абсолютного большинства молодых российских семьей. Ипотечное кредитование могло бы быть выходом из ситуации, но только вот кредиты в России выдаются под процент, который в 2-4 раза превышает ставки по ипотечным кредитам. Государственные программы, нацелены на поддержку молодых семей, по факту являются неэффективными, их нужно в корне пересматривать. Проблема с трудоустройством – крайне низкие стартовые доходы, практически невозможность обеспечить себя собственным жильем и в принципе обрести социально-экономическую самостоятельность – вот та ситуация, в которой находится большая часть российской молодежи. Вот с чего нужно начинать нашу демографическую политику. Будут условия, будут и рождаемость. Так что у российской молодежи есть все причины для недовольства. В рамках всего того же исследования экономически-политических реформ молодым людям был задан вопрос, как они относятся к отъезду из страны. Значит, большинство готовы выехать из России за рубеж, потому что там есть те самые гарантии, о которых я только что говорил. Поэтому, уважаемые коллеги, молодежь – это наше будущее, это будущее нашей страны. Я бы хотел процитировать академика РАН Бориса Евсеевича Чертока. Утечка капиталов – это плохо, но утечка умов – это катастрофа. Ребята из Фистеха, где я преподаю, целыми группами уезжают на Запад. Пока Россия правит олигархи, ничего нашей стране не изменится. Поэтому давайте перестанем закрывать глаза на системные проблемы, связанные с условием жизни молодых россиян. По каждому из затронутых направлений у нас есть конкретные предложения, которые мы готовы обсуждать и внедрять в жизнь. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин